Так, мне 46 лет, я замужем, хорошо, что слышно так, закончила я Пермский государственный университет, биологический факультет и по специализации я генетик, вот, работала сначала в школе, после такого образования отработала в школе полтора года, благополучно сбежала, была учителем биологии и химии, но меня никто не воспринимал как учителя, у меня девочки на уроках красили ногти, мальчики приходили в середине урока, могли уйти вообще с урока, был это седьмой класс, в общем, была веселая жизнь, в общем, я оттуда ушла, я не учитель. Дальше я прошла определенную учебу, такую серьезную, и стала работать в клинической лаборатории врачом-лаборантом, через несколько месяцев меня назначили завклинической лаборатории, в принципе, работа мне очень нравилась, уютный кабинетик такой, белый халатик, микроскоп, и смотри себе, кровь, я занималась только именно анализами крови, клинический анализ крови у деток, вот, ну а потом, наконец-то, наступила долгожданная беременность, и родился первый ребеночек, дочка, и я ушла с ней в декрет. Вот, вот, так, я тоже не слышала про учителя, где крови не боюсь, да, была учителем, вот, было такое в моей биографии. Ну, и, в общем, занялась ребенком, все, я в декрете, и благополучно мой первый декрет перетек во второй декрет, только срок, очень был перерыв между детками большой, то есть я, значит, 11 лет прошло, и у нас родился вдруг неожиданно сын. Ну, как-то мы не рассчитывали на такое счастье, но вот оно нам просто с неба свыше дано стало. Вот, появился у нас еще Мишенька 8 лет назад. Так, ой, девочки, сейчас слайды, я же так разболталась, а про слайды забыла. А, вот, живу я на Урале, я вам рассказала, смотрите, вот это у нас, вот, где голубая картинка, это вид из окна у меня, река Кама перед окошком, и зима вот такая, все замерзло. А у нас вот просто на Урале такие вот поля, снега, я очень люблю наш климат, потому что у нас так, такая хорошая настоящая зима, я зиму очень люблю, много снега, есть морозы, вообще красотища, правда, можно вот, ну, зимой я просто обалдею, это вот мое время, может, потому что я зимой родилась, не знаю, очень я люблю зиму. Вот, вот как увлеклась, хочу вам про себя быстрее рассказать, что забыла слайд показывать вообще, ну, давайте немножко быстро еще покажу. Вот мой сынуля слева, второклассник, это вот в сентябре этого года, это мы с мужем, с мужем мы уже вместе более 20 лет, вместе учились в университете, потом как-то не общались, а потом случайно встретились и поженились. Вот, и вот счастливы, вот более 20 лет уже. На юг? Не, на юг я не переезжаю, Катя, я буду к вам в гости ездить. И моя красавица-дочка Настена, ей сейчас уже 19 лет, она у меня уехала учиться в Казань, учится на втором курсе в Казанском государственном университете на архитектором. Вот такая у меня семья. Ага, так, сейчас, ну, про себя я, в принципе, рассказала, что я ушла в декрет и благополучно там нахожусь. С работы я уволилась после того, как ушла во второй декрет, больше туда не выходила. Немножко иногда мне жалко, конечно, работа была хорошая, но решила я себя посвятить все-таки больше дома, детям. Были немного проблемы со здоровьем у деток, поэтому приходилось больше уделять им внимание, но сейчас, слава богу, все хорошо. Вот. И мои увлечения. Мои увлечения, ну, какие? Я люблю выращивать различные цветы дома, у меня их очень много, я не знаю, я не считала, надо было посчитать. Наверное, в горшках больше, больше 30 точно будет. Вот. Люблю выращивать из всяких семян сама, чтобы вот посадил семечко и вырастил. У меня даже муж вырастил пальму, которой уже 10 лет, и вырастил он ее из семечка. Финиковая пальма у нас на кухне стоит под самый потолок. Ну, мы же биологи с ним, он тоже с биологического, поэтому, видимо, любовь оттуда к растениям. Да, Катя видела. Вот, вот эта пальма, это вырастил мой муж. Вот. Тут вот вверху у меня кактус цветет, два больших белых цветка, это зацвел кактус. Вот. Так, дальше. Какие еще у меня увлечения, сейчас покажу. Сейчас, опять у меня что-то интернет. Почему у меня так интернет? Тут туго идет. Мы очень любим путешествовать. Это не увлечение, но это просто, наверное, любовь. Да мне кажется, вообще все люди любят путешествовать. Ну, где мы были? Банально, конечно, но факт, что все-таки мы посетили Турцию. Мы там были много раз. В Египте были три раза. И вот съездили на машине в Крым. В Крыму мы провели три недели, замечательных три недели. В общем, мне везде-везде нравится. Я очень люблю... Жить люблю, где холодно. А люблю, чтобы была обязательно зима. А отдыхать люблю, где жарко. Мне очень нравится Средиземное, Красное море, вот именно восточные страны. Муж, конечно, больше его тянет в Европу, но, к сожалению, мы там не были еще. Но, надеюсь, мы обязательно туда поедем. Вот. Загорать не люблю, люблю купаться и просто смотреть всякие достопримечательности. И что-то посещать, там, на яхте прокатиться. Ну, вот такое вот. Вот. Так, дальше. Дальше, дальше идем. Расскажу еще, что я люблю. Люблю. Не помню, какой дальше слайд идет, но я люблю что-нибудь готовить. Печь там вот. Не только тортики, да, вот он как раз про еду. И причем готовить люблю, когда она меня найдет. Иногда такое вдохновение находит, могу целый день что-то делать. Иногда вообще ничего не хочу, сварю сосиски, пельмени и все, и больше ничего не надо. Вот. Ну, вот вкусняшками семью, конечно, балую. Мои пиццы, похвалюсь, семья признает только мои пиццы, никакие другие. Ни из каких пекарен, пиццерий нет. Вот сын всегда говорит, мама, только твои пиццы, они самые лучшие на свете. Вот. Что еще? Что еще? Пироги пеку. Сосиски в тесте даже научилась делать, хотя это банальное блюдо, но я его не умела делать. Но так как ребенок в школе постоянно просит, можно я куплю сосиску в тесте? А я ему не разрешаю, говорю, там сосиски вредные. А вот дома, пожалуйста, пришлось напечь тут гору. Ему понравилось, еще испекла. Ну, в общем, люблю готовить по настроению. Да, Любаш, давай, открою пиццерию, вместе с Фаберлик буду. И Фаберлик, и пицца. Тоже интересно. Так, идем дальше. Что мы еще любим? Рядом с рестораном Нины, точно. Пошла я пицца. Подожди, не уходи, Любаша, я еще не все рассказала. Кстати, девочки, вот эти оладушки с сердечками, а то у меня Настя напекла. Она у меня там в Казани научилась сама готовить и прислала. Говорит, мам, смотри, что я научилась делать. И вот такие вот сердечки сама напекла. Ну, вот решила показать вам, тоже похвастаться. Ну, еще одна большая страсть у нас в семье. Это картинг, конечно. Мы вообще любители машин. И так, и вот увлеклись картингом уже не первый год. Началось это с нашего папы. Он у нас первый, причем сходил один. От работы у них там было мероприятие. И потом их всех отвезли на картинге, они там гоняли. Вот, после этого он нам сделал сюрприз и всех привез тоже туда. В общем, первый раз Мишка вот в верхней картинке, это папа с Мишей. А Миша катался на одном карте с папой, так как маленький был. Но вот в этом году, вот картинка внизу, где он номер один, карта у него под номером один, он уже сам один гонял. И у него с первого раза все получилось. Мы, конечно, обалдели, потому что надо же так вот раз, сел и поехал. А Настя у нас это просто экстремал какой-то. И все экстремальное нужно. И она гоняет так, что мне страшно. Ну, а я как спокойная женщина еду. Ну, иногда я добавляю скорость, конечно, но в такие заносы и повороты, как все остальные, я не выхожу. Вот, в общем, вот такое увлечение у нас есть. И мы обязательно каждый год хотя бы раз за два, ну, ходим на картинг. А Настя сейчас, так как живет там отдельно, в Казани, она даже там уже начала ходить. Вот, мечтает о своей машине. Надеюсь, мама поможет ей мечты воплотить в жизнь. Так, что еще? Сейчас расскажу вам. Да, есть у меня огромная, большая мечта. Она не только у меня, она также у всей нашей семьи. Но так как я рассказываю о себе, конечно, это вот прямо вот в голове сидит и не выходит. Это и мечта, и цель – это свой дом. Начало, конечно, уже положено. У нас есть участок недалеко от нашего дома в 20 минутах езды. Он, как бы, считается в черте города. Это поселок коттеджный. Вот, и там мы начали строить дом. Начали строить дом довольно-таки давно. Фундамент есть, участок. Вот еще где я тут, типа, я помогаю строить с бетонной мешалкой. Это, ну, я им действительно помогала. Я, например, весь забор, который вы там видите, со всех четырех сторон сколотила практически в одного. Вот. Ну, а муж занимался с помощниками там, с ребятами фундаментом. Вот. Ну, участок мы, как бы, обустраиваем. Мы там садим, деревья и все такое. Ой, страняшка. Ну, да, я страняшка. Вообще, по жизни я никогда не была полненькой. Хотя иногда мне так хочется поправиться. Обмывать. Блин, хоть сейчас. Не знаю, прям так хочу сильно всех собрать и обмыть дом. Ну, вот обязательно будем обмывать. Надеюсь на это очень-очень. Давай, Катя, выезжай. Вот. А вот это вот наш проект нашего дома. Он называется Маркиз. Это вот он уже как бы готовый. Но это картинка с сайта ПЗСП, где мы покупали проект. Вот. Ну, надеюсь, что у нас тоже такое будет в ближайшее время. Так, сейчас покажу дальше, что у нас там на участке. Ну, раз дом медленно строится, мы решили участок обустраивать. Ну, там всякие деревья посадили. Я не любитель вот грядок картошки, свеклы и морковки. Мне нравятся какие-то растения, вот такие типа кипарисы, туи. Какие-то вот посадили дубы. Вот уже даже желуди были на них. Они у нас уже большие, выше забора выросли. Садили мы их совсем крошками из желудей тоже. Вот, например, купили мы с дочкой, помню, еще она в 10 классе училась, канадский клен. Он тоже вырос выше забора уже. Вот, он осенью становится вот такой красный, такой красивый, вообще обалденный просто. В этом году поставили такую беседку, чай попить от мух, комаров там спасались. Вот, что еще у нас там, кипарисы растут. Есть несколько ту, сирени, рябины, елку посадили, которую мы будем, как я мечтаю, наряжать в Новый год. Вот, выходите из дома, там у нас елка. Ну, вот фотографию что-то я не зарядила, надо было. Елочка очень красивая, мы ее выкопали в лесу и посадили совсем крошкой. Она сейчас у нас уже большая, выше теплицы. Крови не боится, забор покорится, даже кактусы цветут. Успевает Анту Саша, ты просто поэт, спасибо тебе. Классно написала, здорово. Супер. Ты мне потом это пришли, я куда-нибудь в пост это вставлю. Спасибо огромное. Так, сейчас, сейчас, сейчас вот, что у нас там растет. Вот муж построил такую обалденную теплицу огромную, на таких два отделения она разделяется. Что там у меня, огурцы, помидоры, перцы и кабачки. Также там трава в кусте, всякие там эти редиски, укропчики. Но, девочки, это все не для заготовок. Вот вообще ничего не заготавливаем, мы все съедаем так, сразу свежем, как говорится. Вот, просто хочется с грядки. И вообще мне, честно говоря, доставляет огромное удовольствие копаться вот в грядках, вот этот физически трудно в природе. Ну, я просто балдею от него. Мне нравится, что я сама у себя хозяйка. Вот у меня есть теплица, вот у меня выросли помидоры. Когда-то давным-давно еще, вот мне это все не нужно было совсем. У меня у мамы шикарная дача в двух часах из города. Но я туда езжу, но я там не хочу ничего делать. Не хочу садить, не хочу работать. Особо отдыхать тоже не получается, потому что вижу, как родители работают, и мне как бы стыдно становится, что это я тут развалилась, приехала. Ну, конечно, мы им помогаем, но вот когда свое появляется, это совсем другое, вот честное слово. И я никогда не думала, что я захочу вот это все садить, вот это все вот собирать. Думала, фу, отработала там я когда-то на даче в детстве у бабушки. Потом я у мамы отрабатывала как каторгу, не знаю, что. Но сейчас я ловлю кайф от своих растений, от своих грядок. Но я знаю, что у меня там картошки, свеклы и моркови плантациями не будет. Будет, может быть, какие-то ягодки там, чтобы дети поели. Вот, может, внуки потом будут тоже приезжать и тоже у меня там пастись в ягодах и кушать свежие помидорки из теплицы. Я буду только рада. Вот, такие вот у нас растения. Так, что же дальше? Видеть цель, видеть главное. И поперли правильно. Овощи люблю больше мяса, серьезно. Я люблю овощи с мясом и с рыбой. И еще одна моя огроменная мечта – поменять машину. У меня сейчас маленькая, честно скажу, старенькая машинка. Ей уже 9 лет. Но она мне верой и правдой служит. Это маленькая Peugeot. Вот, я ее люблю, но так мечтаю о большой машине. Вообще, вот просто вот сплю и вижу. Хоть и какой. Ну, вот, конечно, я тут нафоткалась. Тут Land Rover. Там какой-то расписной белый. Ну, на Land Rover я пока не потяну, прекрасно понимаю. Ну, Кать, старенькая, старенькая. Что уж. Вот. Что-то меня тут вдохновил Volkswagen Tiguan. Я даже его поставила себе на заставку на компьютер. Думаю, буду видеть каждый день. Это будет моя цель и мотивация. Ну, пока так. Муж не в восторге, потому что он там какие-то слушал передачи. Ему там что-то там в ней не нравится. А мне так все нравится. Хочу вот такой вот черный. Или красный. Люблю ли черный, или красный. Так. Так, так, так. Ну, в общем, мечтаю о машине новой. Вот. Еще одна моя большая мечта. А сейчас вот расскажу еще немножко, что мне нравится в сетевом. Все-таки не просто так. Я ведь сюда пришла. Вот я рассказала вам свои мечты. Да, вот хочу дом, хочу машину поменять. Вообще мечты и цели вообще огромное количество. Но это как бы самые большие основные были. Ну, у нас же знакомство. Надо о себе рассказать, чем увлекаюсь. И чтобы вот это все воплотить в жизнь, конечно, я пришла в сетевой. О сетевом я знала уже давненько. Работала я несколько лет назад во всеми вами известной компанией Reflame. В принципе, ну, все было нормально. Я там обучалась. Также были и вебинары, и рекрутинг. Но наступил тот момент, когда я четко поняла, что я там больше не могу быть. Не буду раскрывать причины, почему. Ну, в принципе, это не секрет. Мне не стал нравиться ассортимент компаний. И все. Пока вот так вот. Я оттуда ушла. Ну, и недолго думая, просто такое стечение обстоятельств случилось, что я знала, что многие девочки наши тоже уходили из Reflame, уходили вот в компанию Faberlic. И просто заинтересовалась, зашла на сайт, посмотрела и обалдела. И, честное слово, обалдела от ассортимента. Я пришла в компанию Faberlic вначале на продукт, потому что я не знала, что такое огромный ассортимент в компании Faberlic. Я не знала, что такие цены. Потом я нашла наших девочек, Юлю Убыкову. Потом Юля меня зарегистрировала. Катя Ворина в структуру, так как мы еще из одного города с Катей из Перми вместе. И сейчас счастлива я и довольна, потому что нахожусь в шикарной компании, в шикарной команде. У нас супер-супер девчонки все. Вот.